Доброе утро всем, кто просыпается вместе с нами. Пятница, друзья, и это уже прекрасно. И каждую пятницу у нас премьера самого умилительного проекта на ПТВ. Дети говорят. У этой мини-программы уже большое количество фанатов. И мы понимаем, почему наши маленькие участники настолько забавно отвечают, что невозможно удержаться от улыбок и смеха. Так давайте уже скорее поднимать себе настроение. Приглашаем детей в кружок по математике. Помогаем сделать математику понятной и интересной. Разбираемся в сложном и улучшаем успеваемость. Пробное занятие бесплатно. Подробности по телефону 8 900 044 2205. Доброе утро, дорогие телезрители. Здравствуйте, коллеги. Привет, Матвей. Опа. Привет. Давай рассказывай, как настроение у тебя? Хороший. Есть какой-то друг, с которым ты больше времени проводишь? Лучший друг? Да. Да? Как его зовут? Сережа. Сколько вы уже дружите, получается? 20 дней. 20 дней. А почему именно Сережа? Учится только на одни пятерки. А если он вдруг перестанет хорошо учиться и будет двойки получать, ты все равно будешь с ним дружить? Да. Да? Вот она, настоящая дружба. Подружка у тебя есть лучшая? Есть. Это Вара. А почему вот ты вот Варю выбрала в свои подружки? Чем она вот тебя привлекла? Она очень отличница. У нее весь дневник пятерками. Ооо. Так вы с братом, я смотрю, вместе, да, отличников себе в друзья выбираете, да? Угу. Что делать, если у тебя друг грустит? Он вообще подавлен, без настроения. Как ему повысить настроение? У меня была такая ситуация, но я не понимал, как он потом веселился. Да. То есть развеселил как бы его не я, это было еще в садике, веселил Артема еще не я, а Семен, и поэтому я не знаю. Угу. То есть Семен веселил Артема еще в садике, и Артем до сих пор ходит веселый. Я тоже. Семен, расскажи мне, пожалуйста, о своем способе. Что у тебя там? Как долго обычно продолжаются дружеские отношения? Как долго может быть дружба, существовать? Сорок дней. Почему такая цифра? Так, смотри, то есть вы 20 дней уже дружите с Сережей? Да. Угу. Значит, я так предполагаю, в конце октября все, расход, да? Угу. Потому что сорок дней пройдет уже, все как-то, завязывать надо уже, да? Угу. Я поняла. Если бы твой друг был фруктом, то какой фрукт ты бы выбрал? Угу. Ну, на какой фрукт он похож, твой друг? Груша. Груша? Почему такой выбор? Ну, потому что он такой же, вот, здесь, вот здесь тоньше, вот здесь тоньше. Ага, ага. А вот здесь потолще. Угу. Вот так. Ясно. Интересное наблюдение. Если бы твой друг был фруктом, то каким? Апельсином. Потому что он сладкий. Он сладкий? Ты что ли его пробовал? Нет. На вкус кусал, что ли? Он пахнет сладко. А, пахнет сладко? Он, наверное, духами брызгается. Угу. Да, папинами? У папы берет? Нет. А у кого? У мамы. У мамы. Угу. Хорошая подружка. Хорошая. Она какая? Отличница. Веселая. Веселая отличница. Лучшая подружка. Да? Для Ксении. Может быть, есть еще какие-то факторы? Нет. Может быть, у вас было с другом какое-то хобби интересное или странное? Разговоры. Разговоры о главном. Разговоры и игры. Каждый день в школе после уроков на продленке. Смотрите, вместе с Тимофеем и Евгением. И Артемом. А какие смешные прозвища у вас есть друг для друга? Они называют Матвеич. Матвеич. Угу. Ну, это так сурово, знаешь, так брутально звучит. Матвеич. Матвеич. Если бы твой друг, например, был пиццей, то из каких ингредиентов она была бы? Из колбасы и груш. 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 Почему такой выбор? Потому что он похож на грушу и его лицо похож на колбасу. Я надеюсь, что Женя на тебя не обидится. Но ты же любя, да? Да ведь? Не знаю. Иногда нет. Иногда да. Ну, эта дружба, она такая и бывает. Сегодня да, завтра нет. Если бы Юлиана была пиццей, то какие ингредиенты бы были в этой пицце? Апельсин. Только апельсин и все. Пицца с апельсинами. Сладенькая? Вкусненькая? Да. Субчик. Субтитры mental нецен. Необходима. Держи.